На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Инна Новикова и коротко о главных темах этого дня. Помощь объединяет. Нефтьюганцы сегодня отправили большую партию гуманитарного груза для наших солдат и жителей Донбасса. Каким будет городской бюджет в ближайшие три года? Жители смогли узнать и задать вопросы на общественных обсуждениях. Важная новогодняя традиция. Самое время писать письмо Деду Морозу. В Нефтьюганске прошли общественные обсуждения проекта бюджета на ближайшие три года с 2023 по 2025. В следующем году доходы городской казны будут выше, чем в нынешнем, однако к 2025 они заметно сократятся. Тем не менее, бюджет по-прежнему будет социально ориентированным. Более половины всех денег муниципалитет направит на образование, культуру, здравоохранение и спорт. В 2023 доходы городского бюджета будут рекордно высокими – более 14,5 миллиардов рублей. В следующем, 2024, они сократятся до 10 миллиардов, а в 2025 – до 9. Но и эта сумма значительная. Такой же доходной базы Нефтьюганск мог похвастаться в прошлом году. Расходы в течение всего трехлетнего периода будут немного превышать доходы. В качестве источников покрытия дефицита будут рассматриваться остатки средств на счете бюджета, а также привлечения кредита. В следующем году мы продолжим реализацию положительно зарекомендовавших себя мер по повышению эффективности расходов и повышению доходов, которые, надеемся, помогут обойтись без заимствований. Главные источники пополнения городской казны – прежние. Так называемые безвозмездные поступления из округа, местные налоги, доходы от использования муниципального имущества. Причем доля субсидий и субвенций из Хантамантийска на протяжении трех лет будет сокращаться – с 68% в следующем году до 51% в 2025. А значение городских налогов пополнению бюджета, напротив, значительно вырастет – с 28% аж до 44%. Что касается расходов, то здесь впервые верхнюю строчку займет сфера ЖКХ из-за сноса аварийных домов. Доля расходов социального блока – это образование культуры, физическая культура и спорт. Социальная политика составляет в 2023 году более 49%, в 2024 году более 74% и в 2025 году более 72%. Участники публичных слушаний задали ряд вопросов. В частности, когда будут завершены строительные работы на водоканале. По словам главы города, фильтровальная станция будет готова в сентябре следующего года, а в октябре в квартиры нефтеюганцев пойдет чистая вода. Еще одна жительница поинтересовалась планами по расселению деревяшек. Порядка 16 миллионов у нас заложено на следующий год на три мероприятия. Первое – это разработка проектно-изыскательских работ на снос дома, сам непосредственно снос дома и признание домов, многопротивных домов аварийными. Так что будем работать, но и в будущем освещение будет сделано. Пока идет снос, мы будем поддерживать многоквартирные жилые дома в части освещения улицы. С учетом потребностей жителей города со следующего года будет увеличен размер финансирования сертификатов дополнительного образования с 32 миллионов до 42. В итоге подавляющее большинство участников публичных слушаний проект бюджета одобрили. Инна Новикова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». С 1 января услуги городского общественного транспорта станут немного дороже. Теперь за поездку придется заплатить 30 рублей. В Югре с Нового года вновь поднимется стоимость проезда в общественном транспорте, в том числе и в Нефтьюганске. Предыдущее повышение произошло в начале 2022 года. Изменения вступят в силу сразу же после новогодней ночи. 1 января проезд станет на 2 рубля дороже. Поднимется и стоимость льготных проездных. Безлимитные поездки в течение месяца обойдутся школьникам в 1150 рублей, а взрослым в 2000. За цены на транспорт отвечает служба по тарифам, которая работает по регионам России. Стоимость проезда в автобусах на весь округ будет одинакова. Сегодня из Нефтьюганска была отправлена еще одна партия гуманитарной помощи. В этот раз себя проявил инициативный житель города и предприниматель Аваз Балаев. На протяжении нескольких недель в 8-й микрорайон нефтьюганцы приносили одежду, медикаменты, еду и даже новогодние подарки. Общий вес отправленного груза составил 200 килограммов. Помощь нашим военнослужащим объединила миллионы россиян. В Нефтьюганске к этому движению присоединились образовательные учреждения, сторожилы города, национальные диаспоры и просто неравнодушные горожане. По словам Аваза, приносят иногда столько, что волонтеры просто не успевают рассортировывать. Поэтому машины отправляются не реже одного раза в месяц, а иногда даже и чаще. И всегда волонтеры получают обратную связь. Что получают, они фото и видео снимают, отправляют. У нас есть видео даже, солдаты читали письма от детей, плакали, взрослые. В душе все равно, как дети. Конечно, у наших военнослужащих есть и необходимая одежда и обмундирование. Однако, по мнению пенсионеров, никакие покупные вещи не сравняются с теми, что созданы вручную и с любовью. Они становятся своего рода оберегом. Для поднятия боевого духа к посылкам добавили иконки Воскресения, как символ победы и жизни над смертью. А сам груз осветили молитвой. Школьники тоже не остаются в стороне. Они пишут письма, помогают в сборе продуктов. В этот раз их главная заслуга – сбор подарков к Новому году. Мы приняли участие в сборе подарков детям Донбасса. Хотим их поздравить с Новым годом. Желаем им всего хорошего. Пусть все их желания исполнятся. Счастья, радости, выбор. Внутри конфетки, игрушки, рюкзачки, раскраски, карандаши, тетрадки. Следующая отправка посылок будет в конце декабря. В городе расположено как минимум три пункта сбора гуманитарной помощи. Принять участие могут все желающие. Екатерина Балакина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Накануне стали известны победители международной премии «Мы вместе» за вклад в развитие гражданского общества в решении социальных проблем. Награждение состоялось на церемонии открытия международного форума гражданского участия. Напомним, он ежегодно проходит в начале декабря в День добровольца. Среди обладателей премии есть и нефтеюганец. В этом конкурсе участвовали тысячи россиян со своими социальными проектами, направленными на помощь людям и улучшение качества жизни. Только от нефтеюганска свои идеи подали 22 человека. В октябре были определены финалисты. В нашем городе это предприниматель Мавлан Ханларов, который занимается благотворительностью, в том числе помогает детям с ограниченными возможностями здоровья. И школьник Владимир Авсипян со своим проектом «Фудшеринг». До вчерашнего дня сохранялась интрига, войдет ли кто-то из них в число победителей. Ведь достойных очень много. Нефтеюганский десятиклассник Владимир Авсипян одержал победу в категории «Волонтеры». Напомним, он не первый год развивает в нашем регионе движение ответственного потребления пищевых продуктов. Вместе с командой волонтеров он создал онлайн-сервис для перераспределения излишков между теми, кто желает поделиться, и теми, кто нуждается. По словам Владимира, таким образом удалось поддержать более трех тысяч человек. Познакомились с Островским, узнали тексты классиков современной музыки и поработали с гипсом. Учащиеся пятой многопрофильной побывали на трех площадках городской библиотеки. Более ста школьников смогли посетить образовательные мероприятия благодаря программе «Пушкинская карта». Все мероприятия ребята смогли посетить благодаря «Пушкинской карте». Напомним, данный проект позволяет молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театр, выставки и прочие культурные учреждения. А стоимость билетов компенсирует государство. В библиотеке – это мероприятия культурно-просветительского характера. Это уроки, это культурно-познавательные мероприятия, это квизы. То есть это культурный досуг, но с познавательной составляющей. На первой площадке гости могли подробно узнать о мастере русской драмы в программе «Литературный портрет Александра Николаевича Островского», обсудить его творчество и разобрать отрывок из фильма «Свои люди сочтёмся». Не все дети успевают всё прочитать. Данное мероприятие помогает детям понять суть произведения, ну и подготовиться к написанию в будущем сочинения для выпускных экзаменов. Здесь для них будет закрепление материала, которого они изучают на уроке. Также можно было посетить пятничное шоу. Это музыкальные конкурсы с заданиями на творческое и логическое мышление, где нужно отличить рэп от поэзии и угадать по произведению, какого писателя написана современная песня. В принципе, ребята тоже активные наши. Мне нравится, я не знаю. Ты сам много песен угадал? Да, две-три. Этих каких исполнителей? Хамалина в Ивриде называется, да. Некоторые, которые стихи мы угадывали, их нам задавали, я не помню в каком классе, но вот их задавали. Поэтому я, в принципе, плюс-минус так вспомнил. А на мастер-классе «Волшебство из гипса» ребята изготовили эксклюзивные фигуры для интерьера. Это мой первый опыт работы с гипсом. Как же хорошо, что можно по пушкинским картам посещать такие вот мероприятия. Что с тарелочкой сделаешь? Ну, подарю, наверное, кому-то. Маме, может, сестре. Важно отметить, что городская библиотека уже подготовила для нефтьюганцев сказочные мероприятия к Новому году по пушкинской карте. Это квесты, квизы, мастер-классы и кастинг на роль Деда Мороза. Все подробности можно узнать по телефону, который вы видите на экране. Алина Морозова, Евгений Трофилов, телерадиокомпания «Юганск». До Нового года осталось три недели. Это значит, что пришло время для важного праздничного ритуала – письма Деду Морозу. Ежегодная резиденция «Волшебника» в Великом Устюге принимает десятки тысяч посланий со всей России. Если хотите получить ответ, делать это надо как можно скорее. Екатерина Балакина о приятной новогодней традиции. Вологодская область – город Великий Устюг Деду Морозу. Именно на этот адрес на протяжении многих лет дети отправляют свои письма с поздравлениями и пожеланиями. Этот ежегодный новогодний ритуал связан с ожиданием волшебства и помогает создать праздничную атмосферу. А теплые воспоминания свежи даже много лет спустя. Это было вообще особое настроение, это было очень приятно. Это было такое чувство детское, прям чувство настоящее. Прямо это неописуемое состояние. И это было во время вечернего, когда родители либо заняты чем-то, либо еще что-то. И поэтому тогда я писала Деду Морозу. Я начинала писать, ну естественно, когда не было родителей дома, когда елка стоит, на нее смотришь и думаешь, вот придет Дед Мороз и принесет то, что ты именно хочешь. Вот такая была какая-то уютная атмосфера детская. Сейчас, естественно, не пишу, потому что уже выросла, но что-то там осталось в голове, что еще верится. Есть и те, кто ни разу не написал письмо Деду Морозу, но хотят сделать это вместе со своими детьми и внуками. Ведь дарить волшебную сказку не менее приятно, чем ее получать. Правнука? Маленький очень. Одному два месяца, другому два года. Но будете в дальнейшем, когда они подрастут, писать с ними письмо Деду Морозу, прививать им такую веру в чудо? Естественно, буду. Но это надо со временем еще подумать. Письмо можно отправить до 31 декабря. Однако, если хочется получить ответ, стоит сделать это как можно раньше. И не забыть указать обратный адрес. За точную доставку посланий и его сохранность вручаются сотрудники Почты России. Екатерина Балакина, Дмитрий Смирнов, Евгений Трифилов. Телерадиокомпания «Юганск». На сегодня у меня вся информация. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok